В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анна Пилипет. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Павильон Раздора прошло очередное заседание Коротской думы. Подведены итоги 22-х школьных харитоновских чтений. Саровские школьники вновь в числе победителей. Сохраняя традиции, в детской школе искусств прошел конкурс среди исполнителей на народных инструментах. Далее расскажем обо всем подробно. Изменения в бюджете города, муниципальный контроль в сфере благоустройства, порядок деятельности общественного кладбища. Все эти вопросы депутаты обсудили на очередной сессии Городской думы. Резонанс вызвала предложение разместить торговые павильоны в Балыкове. Подробности далее. Народные избранники проголосовали «за». 21 февраля на совместном заседании комитетов администрация выдвинула предложение внести изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города. На улице Балыковской в районе Садов 29-31, второй участок, планируют расположить павильон с продовольственными товарами. Проект решения вынесли на думу. Однако на рассмотрении вопроса выступил садовод этого района. Мужчину такое решение в корне не устроило. Я против. То есть я вышел с предложением к Думе, что организовать торговое павильон, автобус, автобусная стоянка, магазин. И на сегодняшний день все ближайшие соседи мои, то есть они также против установки вот этого передвижного торгового павильона. Вопросов у Александра Миронова было много. Но один волновал его больше всего. Почему перед принятием решения не узнали мнение жителей? Вопросы возникли и у депутатов. В частности, была ли необходимость расположить торговый павильон именно в этом месте? Обращались ли жители с просьбой его установить? И мы сейчас берем просто, да, выбрали какой-то участок. Понятно, что он будет полностью соответствовать всем необходимым нормам и тому подобное. И вот не спросив самого элементарного, это соседи этих домов, берем и ляпаем туда этот павильон. Вот реакция жителей. Вот, наверное, нужно, логика должна наоборот идти. Проект решения народные избранники отклонили и отправили на доработку в администрацию. Его подготовят с учетом мнения местных жителей и предпринимателей. Обсудили депутаты и изменения в бюджете города. В частности, поправку о реконструкции хоккейной коробки «Сокол» на Куйбышева. Поправку ранее обсудили на заседании ПБК и отправили на согласительную комиссию. Однако там она не прошла. Тем не менее, к 2023 году вопрос о реконструкции «Сокола» обещают решить. Кроме того, депутаты отметили, что подобные спортивные объекты должны появиться в разных частях города. Работу в этом направлении необходимо продолжать. Продолжение следует... Только для сотрудников старше 60 лет, беременных или имеющих хронические заболевания. Понимая, что все устали, всем нам хочется вернуться к нормальной жизни. Мы делаем все возможное, чтобы ускорить этот процесс. Однако коронавирус еще не побежден. Он продолжает оставаться серьезной угрозой для здоровья людей. Поэтому сохраняется требование носить маску в общественных местах. Прошу всех нижегородцев отнестись к этому с пониманием и принимать меры для сохранения своего здоровья и безопасности окружающих, отметил Глеб Никитин. До 22 марта в детском технопарке «Кванториум Саров» проходит «Квантофест». Он включает 11 разнообразных бесплатных мероприятий, на которые могут прийти абсолютно все. На мастер-классах ребята учатся управлять беспилотниками, создавать фигуры при помощи 3D-ручки, совершенствуют свои знания в математике и логике. Мероприятие проводят по предварительной регистрации в системе «Навигатор». Другая важная информация в подборке коротких новостей. Миноборнауки утвердила новые перечни специальностей и направлений подготовки высшего образования. Они начнут действовать с 1 сентября 2024 года. В списке появились новые области образования и группы направлений подготовки. Среди них информатика, вычислительная техника, искусственный интеллект, образование и педагогические науки, лесное хозяйство и лесопромышленные технологии. В отдельные группы вынесены кораблестроение, морская техника и управление эксплуатацией и инфраструктура водного транспорта. Действующие перечни специальностей и направлений утверждались почти 10 лет назад, и очевидно отстали от современных запросов экономики и рынка труда, прокомментировал документ глава Миноборнауки Валерий Фольков. В целом новые специальности в перечне направлений составляют 20%. В Нижегородской области стартует всероссийский эко-марафон «Сдай макулатуру, спаси дерево». Это соревнования между районами и городами региона. Основная задача – привлечь внимание людей к ресурсосбережению, заставить задуматься над расточительностью использования природных ресурсов, внести вклад в развитие вторичной переработки отходов. Участвовать в акции могут все учебные заведения, общественные организации, предприятия, компании и другие учреждения населенных пунктов Нижегородской области. Для этого нужно собрать ненужную макулатуру, оставить заявку на официальном сайте акции «сдайбумагу.рф» или «сдайбумагу.ком». Все участники получат благодарности о самой результативной денежной премии. По результатам акции будет составлен зеленый рейтинг муниципалитетов. Проведены очередные замеры толщины льда на водоемах Сарова. Но про Дуборовом она составляет 38%, на Сатисе – 45%. На Саровке льда нет. Специалисты Департамента городского хозяйства и администрации отмечают, что сейчас лучше воздержаться от выхода на водоемы. Подведены итоги 22-х школьных харитоновских чтений. В этом году финал конференции проходил в онлайн-формате. В нем приняли участие 68 школьников из разных регионов и городов России. По традиции в числе победителей – и саровские школьники. У современных школьников должно быть богатое и престижное портфолио. Участие в таком научном мероприятии межрегионального уровня, как харитоновские чтения, может стать значимым достижением для старшеклассников. В 2022 году чтения впервые прошли в онлайн-формате. В этом году у нас довольно необычный формат. Первый раз чтения проводятся онлайн. Это было довольно необычно по сравнению с моим прошлым участием. Но, в принципе, новые технологии. Ольга Туряева – воспитанница объединения «Литошка». Вместе со своим руководителем, педагогом Дворца детского творчества, Мариной Зубовой, девушка подготовила исследовательскую работу на тему Иосиф Бродский – современной рок-поэзии. Я изучала вопрос интертекстуальности, как отразилось творчество практически последнего советского классика на творчестве современных рок-музыкантов. Несомненно, у Бродского были безумно интересные мысли, к которому рок-музыка с ее мятежным духом, вся эта революционная культура, естественно, обращалась и обращалась неоднократно. Умение анализировать и критиковать текст, знания литературных приемов, широкий кругозор появился у ребят благодаря занятиям в «Литошке». С этой наукой они давно на «ты». Возможно, в будущем кто-нибудь из этих юных писателей тоже примет участие в харитонских чтениях. Ульяна Скородумова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей СОРО-24. Баян – хранитель культурных традиций русского народа. Неповторимое звучание – вот что привлекает в баяне исполнителей. Услышать их игру можно в дыше. Там прошел традиционный конкурс народного отделения. В мастерстве состязались 14 юных музыкантов в 4 возрастных группах от 6 до 15 лет. Подробности далее. Самым юным участником конкурса был Коля Жучков. Мальчику 6,5 лет и на баяне он играет первый год. На суд жюри Коля представил детскую сюиту Латышева. Первый конкурс принес юному музыканту призовое второе место. Первое место в своей возрастной группе взял Илья Лукин. Юноша предпочитает играть пьесы конселенного характера, а именно широкие, свободно льющиеся напевные мелодии. Это был первый конкурс спустя столь долгий период. Именно очный. Два года я играл только на камеру. было из-за этого волнение. Я играл русскую народную песню «Ойдет и Калинушка» в обработке Паницкого и баха трехголосную фугу до мажор. В своей программе я был уверен, но от этого волнения было не меньше. Волновались и другие участники. За период пандемии многие отвыкли от очных мероприятий. У Алексея Блехарского порой даже пальцы чуть не соскальзывали с инструмента. Но со своими эмоциями юный музыкант справился на отлично. Покорил жюри своим исполнением и взял первое место. Баяном увлекся по примеру друга. Однажды я пришел к своему другу. Он играл на баяне и на фортепиано. Я решил тоже этим заняться. Как раз таки на следующий день к нам пришли в класс и сказали, кто хочет играть на баяне. Я согласилась, мне позвонили. И я вот уже как третий год сюда хожу. Гран-при музыкальной битвы взял Виктор Новожилов. Проводить такой конкурс в народном отделении каждый год в феврале для ДШИ стало доброй традицией. Он проходит, как правило, накануне областных конкурсов и других серьезных музыкальных состязаний. А потому для ребят это своеобразная тренировочная площадка. Впереди им предстоит покорить немало творческих вершин. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. 6 марта хоккейный клуб Саров приглашает горожан на домашний матч. Наша команда принимает Княгинина. Подробнее о предстоящей игре рассказал главный тренер Сарова Сергей Макеичев. В этом сезоне в соревнованиях высшей хоккейной лиги Нижегородской области принимают участие 10 команд. К ледовым баталиям хоккейный клуб Саров готовился основательно и даже усилил команду новыми игроками. Добавилось три молодых хоккеиста, выпускников прошлогодних хоккейной школы Саров. А так состав тот же самый, все те же самые. Саровские хоккеисты находятся на второй строчке турнирной таблицы. 6 марта нашим спортсменам предстоит сыграть с ХК Княгинина. Независимо от того, выиграют или проиграют саровские хоккеисты, уже не важно. Они все равно проходят в плей-офф. По словам тренера хоккейного клуба Саров Сергея Макеичева, большую роль в победах играют болельщики. Их поддержка для наших хоккеистов очень важна. Приходите, пожалуйста, 6 числа в 14.30 в Ледовый дворец поддержать нас. Нам очень важно ваша поддержка для всех девочек, девушек, женщин. Вход 6 числа наш хоккей будет бесплатный в честь праздника. Все команды, по словам Сергея Макеичева, в этом году сильные. Но только 4 из них пройдут в плей-офф, где поборются за титул чемпиона области. Следить за расписанием и результатами игры можно в группах ВКонтакте, Хоккейный клуб Саров и Нижегородский областной хоккей. Ирина Вашегородцева, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24. Темные, светлые, чистые и с натуральными добавками. На любой вкус и ото всех недугов. Десятки сортов меда свежего урожая вы найдете в торговом центре «Галактика». До 15 марта там проходит медовая феерия. Сезон простуд в самом разгаре. Укрепить иммунитет и повысить защитные силы организма поможет мед. Качество меда с пасеки пчеловодов Михайловых высоко оценили во многих городах России, в том числе и в Сарове. Побывав на медовой феерии один раз, горожане возвращаются за любимым лакомством снова и снова. Если хранить продукт пчеловодства правильно, то он не потеряет свои лечебные и вкусовые свойства на протяжении длительного времени. Есть мед можно ежедневно в небольших количествах. Перед едой за 15-20 минут чайную ложку. В течение дня до 100 грамм можно употреблять. Это полезно для здоровья. Еще советский ГОСТ. Температура хранения меда 18 градусов. И в темном месте, то есть не на свету. Каждый сорт обладает уникальными свойствами. Мед акации гипоаллергенин. Его можно как взрослым, так и детям. Мед с дягеля и прополисный мед улучшают работу желудочно-кишечного тракта. Хвойный и каштановый помогают работе сердечно-сосудистой системы. Дуниковый мед благотворно влияет на нервную систему. Гречишный богат железом и повышает гемоглобин. Также на медовой феерии вы можете найти майский, цветочный, липовый и высокогорный мед. Здесь представлены и достаточно редкие сорта. Например, дальневосточный шмелиный мед. Он насыщен полезными веществами и идеален для больных диабетом. А мед диких пчел содержит много витаминов и антиоксидантов. Предложат вам и продукты пчеловодства. Пыльцу, маточное молоко, настойку прополиса на воде и пергу. Она помогает для поднятия иммунитета и восстановления силы. Пыльца это пыльцу пчела занесла в улей. Переработала, смешала с медом, с маточным молочком, с своими железами и заложила уже в соты. И уже сот она кормит детку свою и в основном матку она кормит. Вот такой интересный факт. Если матку пчела пергой не кормит, она сеет 500 личинок в сутки. Если кормит пергой, она сеет 2000 личинок в сутки. Вкусное предложение для сладкоежек – натуральные конфитюры из северных ягод. Это полезное лакомство станет лучшим дополнением к любому чаепитию. Не пропустите, медовая феерия работает в торговом центре «Галактика» до 15 марта с 10 до 17 часов. Нет возможности прийти – доставим. Телефон плюс семь девятьсот двадцать семь ноль шестьдесят четыре тринадцать девяносто. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей.